В этом году Союз журналистов России отмечает 100-летний юбилей. Соответственно и форум более значимый. 1200 участников со всей страны. И площадкой проведения стал Зимний театр и Гранд-отель Жемчужина. Не только увеличилось количество участников фестиваля, но и состав изменился. Появилось больше молодых представителей СМИ. Телекорреспонденты из Ямала-Ненецкого автономного округа посчитали для себя большим подарком от руководства канала поездку в Сочи. Программа очень насыщенная. Мы ждем большого количества мастер-классов, круглых столов. И ожидаем, что все-таки пройдут плодотворные. Так как мы находимся в Ямала-Ненецком автономном округе, это место приравнено к территории Крайнего Севера. Мы, конечно, здесь ловим еще лето, которого в нашем городе уже нет. Там 4 градуса. А теперь все члены Союза журналистов России могут чаще отдыхать на юге. На форуме подписан договор между Союзом и Росюг-курортом. Доступны путевки со скидками по тарифу журналист. Таким предложением могут воспользоваться и представители СМИ нашего региона. К слову, на фестивале журналистов самая большая делегация в составе 150 человек от Краснодарского края. Мы постарались наполнить совместно с коллегами Союзом журналистов России программу форума максимально практическими вещами, опытом ведущих журналистов, пиарщиков, практиков, медиа-менеджеров страны. Потому что время экономически очень сложное. Учиться никогда не поздно. Не всем хватает места. Аудитории гранд-отеля «Жемчужина» переполнены. В первый день работы форума прошли дискуссионные встречи с ведущими политического шоу. Не меньше интерес вызвал мастер-класс Эрнеста Мацкявичуса. Он делился с коллегами секретами профессионального мастерства ведущего информационной программы. Самое главное в фестивалях, мне кажется, когда есть возможность что-то с собой унести. То есть вынести какие-то послания. И если это происходит, значит фестиваль состоялся. Форум современной журналистики продлится до 11 октября. Лучшие представители медийного сообщества будут отмечены дипломами Союза журналистов России. Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Давай сейчас сфоткаемся и море уйдет.